Музей имени Врубеля Крышка сундука сохранила уникальные конфетные обертки нескольких известных фабрик Афонина, принцессы Альденбургской, Реноме, Берштейна, Динго и Сырикова сыновьями Это и планетарная карамель с предсказанием человеку на всю его оставшуюся жизнь И загадочная с загадками, и детская, и ребусная Причем изобразительные ребусы То есть нужно было еще разгадать, увидеть какое-то скрытое изображение Очень интересная канвовая карамель от слова канва Разреженная ткань, по которой вышивали крестом Так вот на обертках от конфет даже помещали рисунок, по которому можно было сделать вышивку Анна Царегородцева считает, что предприниматели 20 века руководствовались не только финансовой выгодой Выпуская конфеты в замысловатых фантиках, они пытались повышать уровень образования народа Удивительно, но над дизайном большинства оберток для конфет работали именитые художники 20 века Конкуренция среди предпринимателей была очень высока Поэтому очень многие приглашали выдающихся художников своего времени Для оформления конфетных оберток в конце 19-го, начале 20-го века И Михаил Александрович Врубель, и Константин Сомов, и Евгений Лансере, и Добужинский И многие-многие художники занимались оформлением упаковки Ну не только для конфет, да, вообще упаковки Упаковки, конечно, не подписывали, поэтому сложно сказать, кому именно принадлежит каждый из представленных на выставке фантиков Хранителям известно имя автора этикетки молочного шоколада Аленка Это художник Леонид Челнаков В это же время у Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта, рождается дочь И называют ее именем Аленка И было решено название вот этой молочной плитки, молочному шоколаду дать в честь дочери Терешковой И на разных самых фабриках был выпущен молочный шоколад с названием Аленка И оформление шоколада на каждой фабрике, конечно, отличалось Но вот фабрика Красный Октябрь решила создать свой фирменный стиль Сначала на обертку хотели поместить репродукцию картины Воснецова «Аленушка» Но для этого требовалось специальное разрешение И тогда фабрика объявила фотоконкурс За основу этикетки художник Челнаков взял фотографию победившей девочки Елены Геринас Аленка и сейчас остается одной из самых популярных шоколадок До наших дней дошли и такие конфеты, как «Мишка косолапый», «Мишка на севере», «Белочка», «Золотой ключик» Экскурсовод музея Ольга Мартынюк вспоминает, как в детстве собирала фантики от конфет Сейчас я бы с удовольствием эти конфеты ела И в детстве мы действительно не выбрасывали никогда фантики Мы их собирали И у нас была целая коллекция сострой И вообще наши все друзья собирали Причем не только девки, но мальчики, не знаю, мальчики с нами играли Девочки все собирали фантики Мы их располагали в коробках из-под конфет и играли в магазин Фантики выполняли роль денег Сейчас дети их просто выбрасывают, говорит Ольга Сотрудники музея имени Врубеля предложили школьникам нарисовать шоколадные обертки Мы показываем советские фантики А это взгляд на конфетную обертку из 21 века И надо сказать, что дети откликнулись, педагоги откликнулись Очень много рисунков поступило, но, к сожалению, все их показать было невозможно Поэтому мы отобрали только часть, показываем этих рисунков Нарисовать фантик известный конфет или придумать свой Детей в выборе не ограничивали А это эскизы оберток, которые с 1920 по 1930 год Разрабатывали омские студенты художественно-промышленного техникума имени Врубеля Кроме фантиков на выставке можно увидеть и подарочные коробки из папье-маше Жестяные упаковки от чая Выставка работает в генерал-губернаторском дворце музея имени Врубеля Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!